всем привет мы сегодня с вами с обзорчиком из обе это москва варшавское шоссе дом 97 у нас есть кое-что новенькое из поставки как вот этот вот например беглипчик наподобие орхидейки эйфория по цене полторы тысячи рублей еще раз цены на один цветонос 1000 рублей два цветоноса и более полторы тысячи рублей поставили ее тут в начале но мы с вами встретим ее и чуть подальше на другой витрине эта орхидейка напоминает мне элемент но это не она вот так вообще похоже петали двух расцветок светло-розовая и чуть потемнее здесь конечно намешаны предыдущие поставки и что-то чуть-чуть прям совсем уже поставили на витринку из нового но в основном опять же тут все уже нами знакомое и затертая до дыр вот снова он яркий красавчик вон там кстати как раз и в орхидейка эйфории и видно беглип белоснежный мы еще одного посмотрим поподробнее с очень таким большим сюрпризом не ожидала конечно так встретить первый раз вообще увидела не знаю попадался может быть еще где-то нет ну ладно посмотрим а вот эта беленькая смотрите практически с белоснежной губой как правило это желтые губки а у этой почти все белые бухарест или будапешт и мне кажется еще это gmp наследие когда они привозили нам на пасху орхидейки но gmp осталось прям буквально пара кустиков на основной витрине я так думаю что основные остатки это на уже на распродаже ванда было представлено три рассыпки по цене 7000 ваза в стекле он тут вот есть у нас еще один цветоносик возможно будет развиваться может быть уже и нет и на той стороне мы с вами еще посмотрим есть белое и малиновое но белые прям завязчие цветочки beautiful smile корешки все сухие несмотря на то что последние две недели в москве довольно таки прохладно и сыровато то здесь довольно таки сухо в магазине хочу вот что сказать так это у нас пандочка орхидея панда это я ее не признала в прошлый раз в лерва мерлен каюсь каюсь но есть у нас еще и божья коровка тоже будет почему божья коровка желтая коровка так цимбидиумы вот что хочу сказать я сейчас посмотрим цимбидиуму потом скажу цимбидиумы по 5000 крупные крупные прям кусты вот такие вот но расцветок не так много только желтенькая вот здесь вот со стороны с этой белой цимбидиум и он уже такой посвежее выглядит по крайней мере бульбу него не желтенькие а прям зелененькие они как правило такие ампельные так это у нас уже в анджил производитель корешки прям совсем сухие не политые вообще в целом до орхидеи очень сухие их не поливают вообще вот эту красотку мы с вами видели давно вот она почти полностью распустилась осталось буквально немножечко так бутончиков при этом очень такая прям свеженькая и у нее как раз вот цветонос из точки роста вот эту орхидеи кума с вами еще посмотрим это из новой поставочки лепестками к ажурным краем похоже на ferrara но это не она у ferrara гораздо ярче интереснее губа здесь она просто двух цвет как бы двухцветная такая там конечно ferrara несравнима и тем не менее вот у этого сорта прямо такая нажурная смотрите какой цимбидиум но уже такой подвячий по моему вогель не вогель как он там вот еще наподобие эйфории беглиб такой усыпанный прям цветами пора повторить цены на один цветонос 1000 рублей два цветоноса и более полторы тысячи рублей вне зависимости от сорта орхидеи это у нас все микс что встретиться то встретиться магазин тут не отбирает по трендовым сортам или нетрендовым поэтому здесь все в одной цене после праздников приятно конечно было сюда вернуться у кого дачи у кого не дачи но вот она беленькая ванда цена 7000 в эту же цену сейчас его флоры виль ванды но участников они гораздо дешевле вот такие вот наверно три с половиной огромнейшие просто ванда чуть ли не в рост человека те уже за четыре с половиной это у нас мантрео конечно те кто ходит в обе в основном ориентируются желтые розовые так вот вероника и без корней как-то один раз мы здесь с вами встретили веронику и с корнями это было конечно прям очень удивительно и гоя гоя еще кстати джемпи а это него и прошу прощение так но несмотря на то что это ее обычная цена нет и не уценка это 1000 рублей то что желтая здесь и совершенно не знаю что это уценка и давайте посмотрим на новенькие снова нам привезли орхидейку сорта розовые веснушки pink freckless три цветоноса в прошлый раз также было три цветоноса и так понимаю что орхидейка такая прям обильное на цветение листики у нее имеет такой вот краб интересный ну в общем потрясающая губа с таким отливом переходом цветов корешки очень сухие а вот этот вот сюрприз вот этот сюрприз о котором я вам говорила беглиб один цветонос и стандартные цветы два других цветоноса вот так поэтому ничто не вечно под луной и дома любой беглиб может просвести 100 стандартной губой даже не один цветок а как видите вы целый аж цветонос с даже 2 стандартной губой таких беглибов даже вот ну стандартных смысле это вот этот вот такой экземпляр чека вообще беглиб там несколько кустиков было беглиб сакура их штучки 4 очень неприхотливый сорт любит свести всегда обильно цветет у меня был но нашел новую хозяйку поэтому да как бы в рост сразу идет дома не капризный ну в общем все плюсы все 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 вот даже здесь вот растущие корешки один из немногих беглибов но цветочек меленький у нее может быть сантиметров 6 ну вот может быть самый крупный здесь и 7 будет дома конечно они будут покрупнее чуть-чуть ну допустим как вот здесь самый крупный поскольку вот это будет одежит станут там не не как здесь на 1 на 1 орхидейка довольно-таки капризная но очень красивая переходами цвета конечно не каждый орхидейка может похвастаться таким не сорт довольно таки уже старенький продается иногда и в маленьких в 17 в трафяном стаканчике но в любом случае с на 1 прям очень аккуратно первые поливы сок даймонд сок даймонд у нас мы такую видели уже в недавно в леруа мерлен и также грин баланс грин баланс прям любит выращивать такого плана орхидейки в основном они именно от этого поставщика но даже вот если даймонд даймонд если манхэттен и его сестренки могут похвастаться красивой листвой то сколько даймонд нет стандартные листва это вот такой вот был недавно стал появляться такой вот рыженький даже скорее бронзовый ну как мы видим цветы у него либо хочет пить двойные листы прям с двойным пигментом либо сбросил их при транспортировке и вот это от этой же орхидейка который мы сами видели перед этим я решила ее снять поподробнее поскольку ну очень красивая с ажурным прям краешком феррары конечно уж очень агрессивный такой желтый цвет здесь но вот мне показалось что шейка желтит с этой стороны не видно нет надо конечно подковырять а вот с этой стороны прям четко видно что желтые и желтое место не это не отсвечивает на камеру при визуальном осмотре это даже четче видно но она красавица конечно а теперь посмотрим что у нас стоит на троллих это у нас карина в этот раз приехала три кустика и все довольно таки обильно цветущие поскольку мы знаем что у кариной длиннющие цветоносы чуть ли не в рост чуть ли не до пояса и там буквально там три четыре цветочка дата здесь вот кустики невысокие но при этом с хорошим количеством цветочков мариола несмотря на то что мариола в новой поставки но как мы видим бутончики сюда не распустились но у нее очень бледный роз бледный желтый цвет как правило мариола прям очень яркая такая чуть ли не медового цвета это со временем она так выгорает но вот здесь вот прям очень быстро это случилось не успели приехать а уже все хотим на покой это беленькая интересная скрапом на сипалиях теперь мы с вами посмотрим оценку довольно таки быстренько так пробежимся в целом состояние неплохое конечно в основном хорошем состоянии это белые но по листве в общем то все неплохо есть конечно кусты прямо печальные но есть вполне себе неплохие вот тут вот полите все но белые до орхидеи что ну вот такой обзорчик у нас с вами получился в общем там покатаемся еще по магазинам посмотрим что еще будет интересного а вот это вот с мутацией прям с очень плохими корнями и довольно таки неживыми уже листьями но что есть то есть ну вот тут вот достаточно может быть она отопьется один-два полива но белые конечно лучше всех стоят так и на этом мы с вами попрощаемся всех вас прошедшими праздниками до скорых встреч пока пока пока